Всем доброе утро, друзья! Я начинаю сегодня с того, что готовлю творожники, сырники. В общем, кто как хочет, так и называет. Здесь у меня две пачки творога по 180 зорам. Я добавила рисовой муки, примерно две столовые ложки. Сейчас я туда добавлю и яйцо, будем формировать с вами сырнички, а внутри я положу по дольке шоколада, такую по квадратику, по маленькому. Хочется сегодня сделать вот такие творожники с шоколадом внутри. Шоколад берите любой, который любите. Всем привет, друзья! Видите, у нас дождик идёт. Я сейчас приехала с почты и отправляла посылку нашей победительнице. У нас погода вообще какая-то. Знаете, то жара, то теперь у нас дождик идёт. Вообще ничего не поймёшь. И такая, знаете, вот пасмурная. Ну, прохладненько, хорошо, не очень жарко. И пока я вышла вот сюда перед забором, я вам сейчас что покажу. Может, мы и зря с вами паримся, высаживаем петуний, ухаживаем за ними, мы их подкармливаем, мы их с вами пикируем, трясёмся над ними. Вы посмотрите, что у меня взошло. Само собой, то есть, получается, после зимы. Здесь были петунии посажены в прошлом году. Я их просто, ну, вот эти отсохшие ветки оторвала. И, видимо, осыпались семена. Они взошли сами. Сейчас июль месяц. Вы посмотрите, какие они жирные, как будто их кормят, как будто их удобряют. Они даже уже цвести собрались. Вот бутончики мы видим. Не, ну, вы представляете? Неужели так бывает, а? Ну, здравствуйте, здравствуйте. Что вы тут? Причём взошли разных мастей. Вот это, наверное, ампельная петуния. Вот это тоже ампель. Вот эти какие-то кустовые. У меня, знаете, такая идея. Я, наверное, выкопаю вот эти петунии и посажу их. Их же можно пересадить. Они будут прекрасно расти где-нибудь в вазонах. У меня же остались, да, вазончики? Вот. Я, наверное, это сделаю, потому что, ну, что им здесь украшать? Пусть они украшают внутри дома. И вот это. Это тоже петуния. И вот здесь ещё петуния взошла. Сейчас покажу. Вот. Прям вот здесь, где мы открываем забор, калитку. Вот она сидит, кустовая. Вы посмотрите, какая прелесть. Обалдеть. Так что я приятно удивлена. Да, кот? Пошли домой. Заходи. Заходи. Глаза вылупила. Кого-то увидела, наверное. Глаза свои вытаращил. Надо вот траву рвать, косить. Всё никак не доберусь я до травы. И, кстати, яблоки у нас там уже созревать в саду начали. Вон висят, если присмотреться, там яблочки висят. Дети туда, вон, побежали уже в сад. Я видела собирать яблоки. Заходи, давай, Гулёна. Друзья, я купила на почте вот такую штучку. Называется «Сила земли. Пальма для всех видов пальм». Что это даёт? Сейчас я вам покажу. Я тут себе уже вот кашпу вытащила. Смотрите. Дополнительное применение каких-либо других видов и типов минеральных или органических удобрений в течение ближайших двух-трёх лет не требуется. То есть здесь состав. Видите, все гуминовые вещества, фульвовые, аминокислоты, комплексные витамины. В общем, разводим вот эту смесь пополам там с землёй получается, да, один к пяти. То есть одна часть, допустим, вот пакетика, да, 25 грамм и пять частей земли. Смешать нужно концентрацию хорошо разрыхленной почвой. То есть я возьму сейчас вот такую вот, ну, землю, да, рыхлую прям совсем, немножечко смешаем и мы с вами посыпем мои пальмы прям сверху и прольём. Дома, которая у меня пальма, вот такая стоит у меня пальма. Одна из них вот такая, а другая, ну, драцена. 90 рублей стоит на почте. Вот хочу попробовать, удобрить, чтобы, знаете, ну, не подкармливать, допустим, там раз в две недели, ну, посыпал и забыл, представляете, на 2-3 года. Обалдеть, да? Круто. Я вот так на глаз земли насыплю. Немножко там получается всего, наверное, 100 грамм земли можно. 100-150 грамм земли. А, она сама, смотрите, как земля внутри, такая чёрная. То есть размешаем, сверху посыпем в горшочки и прольём. То есть это, знаете, как получается удобрение такого медленного действия. Ведь, по сути, можно же использовать и для петуни, и такое же, правильно? То есть насыпал, и не нужно летом заморачиваться, без конца подкармливать. Я вот думаю, что можно такие удобрения купить для цветов. Так, всё, сейчас пойдёмте домой и дома. Всё это дело мы сейчас насыпаем вот в эту штучку, чтобы удобно было, чтобы с этой кошёлкой не ходить. Там, кстати, было и бегония, и драцены, и авокадо даже, представляете, написано вот здесь, большим буквами. Там разные они, названия. Вот видите, я свои листья у пальмы испортила. Я вынесла её летом прям на балкон, да, на террасу, и они у меня под воздействием солнца сгорели. Оказывается, эта пальма, она не любит прямой солнечные лучи. Она вот прям у меня замечательно себя чувствует, ну вот здесь, да, то есть даже не на окне, а просто на полу. И замечательно растёт. Вот сейчас мы берём с вами вот эту смесь и вот так вот посыпаем сюда, сверху. И также у нас вот эта пальма драцена. Кстати, вы не забыли, у меня там косточка авокадо внутри. Мы с вами к осени ждём, когда у меня авокадо взойдёт. Вот. Я надеюсь, это чудо произойдёт, и я смогу его выращивать нормально в этот раз. Так, я выливаю прям вот такой целый ковшик, потому что объём земли большой. Так, и вот эту пальмочку тоже прольём. Друзья, вы знаете, что я решила сделать с питуньями? Я всё-таки их решила выкопать, пойти. И кашпо эти я не зря приготовила, потому что я высажу эти питуньи к себе в кашпо, в озоны. И буду любоваться ими до самых морозов. Не, ну а что они там за забором? Их там так много. Я сейчас вот возьму тазик, вот этот чёрненький. И в чёрненький тазик мы сейчас с вами выкопаем питуньки и посадим. Вот, смотрите, сколько накопало. Обалдеть! И зачем рассаду выращиваем, да? Непонятно. Вы понимаете, они росли прямо на камнях. Я сейчас вот лопату еле вставила, у нас же там щебёнка. И вот до такой степени они вгрызлись этими своими корнями туда в землю. Но они реально растут вот в таких условиях. Теперь понимаете, да, что питунья – это неприхотливый цветок. Самое главное, его, конечно, нужно поливать. А растёт он в любых условиях, практически на любой почве. Ну, чем почва богаче, конечно, тем лучше. Но результат очевидный. Сейчас самое жирное я посажу вот в этот вазон. Уберу отсюда паутину. Вот. И поставлю этот вазончик вот сюда к себе на террасу. Будут у меня ещё дополнительные питуньки. А всё, что останется, я, наверное, в открытый грунт посажу. Туда, на входе, где дом. И будет украшать у меня вход. Здорово будет. Получается, когда вот эти цветочки как бы начнут уже сдавать свои позиции, да, по цветению, примутся к цветению вот эти, новопосаженные. Ну, друзья. А я всё переживала, что у меня рассада петуни малы. Пожалуйста, вам сама природа подарила. Она меня услышала. Ой, не могу. Тут тоже из черенков у меня всё хозяйство цветёт. Так что такие дела. И здесь вот два горшочка. Правда, они, конечно, уже такого вида, да, грязные. Где-то в цементе вот обрызганы. Отломился кусочек вот. Ну, ничего. Пусть пока так стоит. Зато он уже на бутоне, видите. Скоро зацветёт. И вот в этих двух горшочках тоже будут здесь у меня цветы. Так что у меня отличная терраса. А здесь у меня под пледом моё добро, хозяйство, которое нужно резать и замораживать. Чем мы сейчас с вами и займёмся. Муравьи бегают. Хочу заморозить цветную капусту. На ужин соцветия сварить одно, приготовить. Ну, вместо гарнира, да, к мясу. И остальное мелкие соцветия заморожу. Вместе кабачок кубиками порежу и баклажан. Вы посмотрите на этого барина. Куда он залез? Кот, ты что, оборзел? Киса. Барсик. Барсик. Посмотрите, какая страсть спит. Бедная киса наелся и спит. У нас дождик пошёл, я зашла в дом. Так, что я делаю? Смотрите, взяла свой таз. Соцветия отделяют цветная капуста. Здесь два вилочка, два качанчика. Беру баклажан и тоже нарезаю кубиком баклажаны. Кубик, конечно, такой должен быть, знаете, не очень маленький, но и не такие небольшие кубики среднего размера. Теперь режу кабачок. Тоже таким же образом, кубиком. Кабачки, они молоденькие, их я не чищу. То есть, не переростки. Я пошла ещё сорвала два баклажана, потому что я что-то смотрю, как-то баклажанчиков маловато. Ну, как бы пока они растут, я их сейчас порежу. Вот такая вот миска получается, вот, целая. Сейчас будем по пакетам с вами раскладывать. Естественно, морковки не хватает для цвета. Но я в этом году без морковки придётся мне, знаете, как морковку покупать. И потом отдельно я, когда буду готовить эти овощи, я просто её буду отдельно там либо резать, либо натирать на сковороде, да, и с лучком обжаривать, а потом уже вываливать, выкладывать вот эту саму овощную смесь. Так что без морковки. Меня год подвёл вообще. Без морковки я осталась. Очень-очень обидно. И у меня впервые такое. Обычно у меня морковь вообще шикарно урождается. Всегда. Но в этом году что-то пошло не так от слова. Всё. Поэтому без морковки. Пользуюсь я вот такими пакетами. Safe защёлкой называется. Двухлитровый. Здесь 10 штук. У меня ещё есть на 1 литр. Но они маловато. Конечно, лучше использовать мешочки побольше. Вот такого размера. Прям весь пакет высыпаете в сковороду. Как раз этого объёма хватает, чтобы приготовить полноценный гарнир. Сильно пузато я их не делаю для того, чтобы было удобно хранить. И так же я решила заморозить отдельно цветную капусту. Ну, знаете, так бывает. Иногда не хочется вместе с баклажаном есть. То есть берёшь одну цветную капусту отдельно и готовишь. Буду использовать вот такие мешочки уже 1 литр поменьше. Потому что капусты, ну, в принципе, не так уж и много. И здесь я сделала более такие соцветия крупные, чтобы, допустим, ну, отварить и красиво смотрелись. Итого у меня получилось 6 пакетов по 2 литра. Это вот такой микс. И 4 пакета по 1 литру. Это обычная цветная капуста. Сейчас я всё это дело отправляю в морозильную камеру. И на сегодня, наверное, всё. Буду сейчас готовить лодочки. Друзья, настало время мне убрать теперь помидоры, замёрзшие по пакетам. И как бы вот так вот отламываю, да, кружочки и быстро складываю в пакеты, пока они ещё у нас не растаят. Причём, смотрите, как только вы уложили томаты, да, вы прям сразу убираете пакет в морозилку, пока они не начали таять. Тают они быстро, поэтому вот получается вот такая вот рассыпная смесь. очень замечательно. Ну что, друзья, готовим с вами лодочки. Ну, у меня не лодочки, будто лодочищи, потому что у меня вот такие огромные кабачки. Я их просто в большом размере запеку. Какая разница, да? Один взял, наелся. Сейчас, ну, мякоть оттуда я вот так уберу и, в принципе, что, будет нормальный размер, да? Ещё нам понадобится баклажан, естественно, перчик болгарский я сорвала. Перцы, они, знаете как, ну, должны ещё зреть, конечно. Это он зелёный, но он уже такой, знаете, сладкий и прям толстошкурый. А также лук на ужин будет. Лук прям побольше. Это мы будем с вами обжаривать лук, чеснок, баклажан кубиками и перчик кубиками. По поводу мяса не знаю. Я сейчас, наверное, индейку кубиком тоже, наверное, порежу и обжарю отдельно. А потом всё уложим вот в эти, в сами лодочки. Я тут уже тазами пользуюсь. Не просто тут какими-то кастрюльками, а уже реально тазами. Вот, потому что мне так удобнее. Туда всё наложил быстренько. Вот и всё. Вот такие вот. Понимаете? Вот такого размера у меня будут мои катера. Вот и всё, все дела. Сейчас я только это, наверное, вот так ножом, да, а потом ложкой. Чтобы это всё у нас как-то было поприличнее выглядело. Ну, сама выпадает начинка. Я всё-таки решила порезать мякоть кабачка, ну, такая, знаете, которая более-менее, она целенькая, которая вот так и квашня, я её, естественно, выкинула. Также я нарезаю баклажан тоже кубиком. Также перец болгарский нарезаем кубиком. Теперь лук я нарезаю вот таким крупным кубиком. Не сильно мелко, но и не очень крупно. В общем, смотрите, я что буду делать? Обжаривать мясо отдельно и овощи отдельно. Соответственно, две сковороды нам понадобятся. На большой я буду обжаривать овощи, а поменьше которые буду обжаривать мясо. Да, спрашивали про масло. Хорошее масло, знаете, густеет, правда, вот видите, в холодильнике, но стоит своих денег. И у нас, вот в нашей пятёрке, недалеко от нас, вообще 240 рублей стоит. Сейчас акция 500 миллилитров здесь. Это масло первой отжим. В первую очередь я отправляю лук. Лук должен, конечно, отдать свой весь аромат. Нужно его в первую очередь обжарить. И к нему сейчас я ещё добавлю чесночок порезанный, буквально 2 зубка. Добавляю 2 зубочка чеснока. Ну, и нужно хорошо вот так пассеровать. Этим временем я нарезаю мясо. Я всё-таки решила нарезать кубиками такими, знаете, маленькими, тоненькими. Вот смотрите, лучок немножко уже вот так схватился, начал аромат свой отдавать. Сейчас я вываливаю сюда все свои овощи. И будем их тоже обжаривать, пассеровать. Немножко огонь прибавить надо. Пока не солим, ничего. Пусть пока жарится. Пока овощи наши обжариваются, я вот разогрела, прям, знаете, на сильном огне. Немножко оливкового масла или растительного. И обжариваем филе. Прям, знаете, на сильном-сильном огне. Чтоб оно схватилось, а внутри оставалось тостное. И вот так помешивать. Видите, оно поджаривается, да, румянеется, но он не выделяет сок. Вот видите, какое оно схватилось, сейчас начинает сок выделять, надо уже отключать. Теперь что нам нужно сделать? Овощи мы с вами посолим, по вкусу солите. Добавляйте приправы любые. У меня чёрный молотый перец. Я не люблю, знаете, перебивать вкус натуральных овощей. Перчик это да, самое то. Сейчас надо крышкой накрыть. Пусть немножко потушится. И, кстати, да, потом ещё не забыть нам порезать с вами помидор. Что делаем с лодочками? Оливковым маслом прям чуть-чуть вот так сбрызгиваем. И я вот так вот кисточкой распределяю. И, кстати, лодочки тоже нужно посолить, потому что кабачок не солёный. Далее режем помидоры, томаты. Смотрите, если вас напрягает кожура, обдайте кипятком, сделайте вот такие крест-накрест надрезы, уберите кожуру. Я ничего убирать не буду. Так кубиком порежу. Меня, в принципе, всё устраивает. Теперь томаты отправляем сюда, к овощам. Всё перемешиваем, в принципе, и всё. И отправляем потом мясо. Всё нужно смешать. Наполняем лодочки. Обязательно нужна сметана будет. Будем поливать сметаной и посыпать сверху сыром. А духовка у меня уже разогревается 180 градусов. Всё, я разложила начинку. Переложила вот в такой кондитерский мешочек одноразовый сметану, потому что, на мой взгляд, так удобнее. И сейчас я вот так вот поливаю сметаной сверху. Так удобнее просто получается. Распределяется она равномерно. И, знаете, сначала поставлю, наверное, минут на 30 в духовку сейчас. Если у вас духовка как бы подгорает, есть вероятность, то накройте фольгой. Я этого делать не буду, у меня всё нормально. А потом минут через 30 я достану, посыплю сыром и ещё минут на 10 поставлю в духовку. Смотрите, друзья, какая у меня красота тут, вкуснота получилась. Сейчас остынет более-менее, да? И можно посыпать петрушечкой, укропчиком, ну, всем, чем хотите. А я вот сюда сейчас положу лодочку, ну, и сделаю красивую фоточку в Инстаграм. Кто не подписан, подписывайтесь. Добро пожаловать. Друзья, я села есть. Это просто мега-супер-классное летнее блюдо, которое, мало того, мало калорийное. Оно ещё полезное и легко усваиваемое, да? На ужин самое то. На такой вкусной ноте я буду с вами прощаться на сегодня. И обзор морозилки в одной, уже второй. Все мои заморозки, естественно, будут в видео, потому что я, ну, каждый год снимаю свои заморозки. В этом году у меня просто заморозильники трещат по швам, потому что уже вот эта новая морозильная камера начинает заполняться. Это же круто, конечно, да? Поэтому я не жалею, что мы купили дополнительно морозильную вот эту камеру-холодильник. Вот. И, в общем, обзор по-любому будет. А каждый день я буду что-то новое замораживать, замораживать, замораживать. Считаю, что заморозки это всё-таки полезно, это всё-таки натурально. И сохранение всех качеств и витаминов, естественно. Всё, мои хорошие. Вам мира, добра, здоровья и всего наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!